Ивончик, всем доброго времени. Суды, дорогие друзья. Сидим вас с Русланом. Руслан рассказывает, так говорится, учит младших, младшее поколение учит, что как правильнее обращаться с оружием. Сейчас хотели мы патроны заряжать, завтра на утку поехать, но завтра кидать дела. Пришли на послезавтра, послезавтра, на пятницу отложить, завтра другие дела какие-то серьезные появились у него, и решили на пятницу, что мы начали готовиться, позаряжать, думаю, что мы переиграли, очень переиграли, дорогие друзья. Ивушка, что такое? Ива, что? Иван хочет на пол. На пол? На пол хочешь, Ивончик. Как тебе, щенок Руслан? Я хочу очередной раз поблагодарить Юру. Вот, Юра, главное, тебе спасибо за бесценный подарок. Теперь у нас полный комплект, можно так выразиться. Щенок очень хороший. Кличку, щенку мы не стали менять, как был по документам, как приехал к нам, так Ивой, наверное, на всю жизнь данная осталась. Вот, и если кому-то будет интересно, я, конечно, буду растить. Охота – это жизнь, это увлечение, это спорт, это образ жизни. Вот, сколько я вот бродил и под тайгей, и по лесам, и по горам, среди охотников плохих людей нет. Могу вот с высоты своих прожитых лет сказать, что Нивстр, по крайней мере, мне плохой человек, который увлекается охотой, ни разу в жизнь не попалась. Это самые доброжелательные люди, это самые... Вот пример, опять-таки, Юра. Казалось бы, он меня не знает, он живет близко к столице нашей великой родине. Вот, я где-то на крайне государства, тем не менее, он делает такие бесценные подарки. То есть, раз в России есть еще такие люди, Россия будет прочитать, можно смело так сделать. Я уж хотя бы... Спасибо, Юра. Приезжай, поохотимся. Не пройдет. Начнем с мер безопасности при обращении с оружием. Это очень важный аспект охотничьей подготовки охотников. Вот, потом второй этап будет, как правильно ухаживать за оружием. Третий этап, как правильно заряжать патроны и для чего их заряжать, лучше для чего заряжать самому. Ну, можно же их покупать, что его заряжать. Чтобы было понятно, скажу коротко. То, что мы покупаем, это серийный выпуск. А то, что мы сами заряжаем, на аптечных весах, подробно, все, до миллиграмма пороха, да... Это уже, как бы, штучное производство или... Ну, да, скорее всего. То есть, выстрел от выстрела не должно отличаться. Заводские, я против заводских патронов ничего не имею. Пользовался ими, когда вот на аспект собираешься, вот времени нету заряжать самому. Идешь в магазин, покупаешь патрон, который на данной охоте... Ну, я всегда беру так, как бы, все. Потом чужих патронов, а это серийный выпуск, это на дозаторе, там все меряется. А у меня на аптечных весах все склоняется к тому, когда вот до тонкости... Ну, об этом отдельно мы, наверное, все-таки поговорим. Вот. Если хочешь достичь высокого мастерства в стрельбе, патронов, нужно заряжать самому. Подобрать заряд пороха под ружье непосредственно. Подобрать заряд дроби, подобрать прижим, подобрать... Ну, капсуля, подбирай, не подбирай. Мы знаем свойства всех капсулей. Там особо, как бы, роли особо не играют, ничего не переделаешь, ничего не взвесишь. Купил живело, допустим, или капсуля центрального боя. Вот, живело. Но, на мой взгляд, на сегодняшний день, если это российское производство, они более жесткие, более грубые, они меня полностью, как бы, удовлетворяют. Ну, я же говорю, на зарядке патронов надо будет отдельно остановиться. Вот. Для чего самому выгоднее, лучше? Вот. Когда одинаковые патроны, каждый ствол, чок, получок, ты уже знаешь, что выстрел от выстрела не будет у тебя отличаться, опережение, при прицеливании и так далее. То есть, там очень много... Опытные охотники все это дело прекрасно знают. Есть такие охотники, которые вообще ленятся, или, там, им не надо вот этот, чтобы красивый выстрел был и так далее, и тому подобное. Одним словом, зарядка патронов – это целое искусство. Если кто-то охотник им овладел, вот, считай, что ему повезло. Ты в своих патронах, как бы, более, ну, уверен. Конечно, свой патрон. Покупного, ты не знаешь, что там. Да, нет, качество патронов сейчас, вот, покупных на магазине достаточно высокие. Но, я же говорю, это серийный выпуск. Это, на заводе конвейер идет. Мы до этого МАКДУ мы покупали, и вот такие довольно... Да, сейчас фирмы такие, вот, даже Тихо-Кримовская, много-много сейчас фирм патронов. В советское время, вот я на Севере, когда охотился, патроны достатка была большая проблема. Сейчас же никаких проблем нет. Приходишь, даже выбираешь, какой этот. Но это все не то. То, что ты сам зарядишь, то, что ты сам взвешиваешь. Я же говорю, с точностью до миллиграммов. Даже и щёточные. Это уже аптечные весы. На мой взгляд, это одни из самых подходящих и самых таких надежных весов. Вот, на которых, которым можно доверять. Дозатор у меня есть. Но я им почти не пользуюсь. Два вида дозаторов. Это когда, я же это уже сказал, когда торопишься. Вот, кто-то раз-раз тебя пригласили, времени нет. Или надо быстро зарядить. На быструю руку, да? Да, на быструю руку. Или сбегает в магазин тут рядом. Сейчас, я же говорю, проблем никаких. Вот, купил какие тебе надо. Ну, достаточно с ними тоже похотишься. Но опытный стрелок уже знает. Когда стреляешь вот этими даже качественными патронами, где-то чуть-чуть отдача с одного патрона меньше. Чуть-чуть, ну, не опытный стрелок, конечно, всё это не поймёт. Вот. Ну, когда человек долго, много, всю жизнь стреляет, он уже все эти мелочи берёт во внимание. Вот. Сейчас в молодости я как-то стремился. Побольше дичи, побольше зверя. Сейчас это уже как-то воспринимается философски. Сам процесс охоты, общения с людьми, общения, я подчеркну, с хорошими людьми. Вот. Выходит как-то на первое место. Ну, и трофей бывает. Не без этого. Охота для того, и охота, что... Ну, да. Вот, пожалуй, на сегодня на этом пока закончим. В следующий раз я подробно поделюсь опытом. Опытов охотника я живу. Очень много. Спасибо, папа. Есть такие вот журналы охоты. Сколько я себя знаю, вот, всю жизнь я выписываю этот журнал охоты и охотничьи. Это как бы учебник охотника. В нём очень много интересных историй, очень много об оружии рассказывается. Я благодарен всем работникам этого журнала. начиная с редактора, корреспондента все. Вот, поблагодарить, воспользуюсь случаем. И вот, заслушалась и спит как. Вот. Отдельно в процессе нашего общения мы каждого и бывшего работника прокуратуры Остапиева. Поблагодарим за его высокие знания. Знаток оружия Брюм. Ну, много-много-много там таких людей, которые заслуживают в охотничьем мире огромного уважения. Ну, а пока всё, наверное. До свидания.